О достижениях областной системы образования за круглым столом говорят невысокопоставленные чиновники, обычные школьники. Несмотря на свой юный возраст, в их активе победы и призовые места на самых престижных республиканских и мировых турнирах. На международном конкурсе, который проходил в городе Байконур и Монголей, Абдиханиев из Рудного представил проект по очистке воздуха при взрывных работах на карьерах. Я изобрел машину «Антидаст», которая очищает пыль, когда взрывают наш карьер. Эта машина состоит из кабины, из турбин и вентиляторов. Турбины, которые работают по механизму пылесоса, они высасывают этот пыль и очищаются через фильтр. Можно взять от этого фильтра чистый воздух и радиационные элементы. От радиационных элементов мы можем взять энергию, использовать на эту машину. Не надо топлива. Каждый день этих школьников расписан буквально по минутам. В первой половине дня занятия в школе, во второй – факультативы и научная работа, либо тренировки. Трудолюбию этих детей могут позавидовать многие взрослые. Когда бывает, иногда очень сильно устаешь после всех соревнований, у тебя все равно идут выступления. Ты выходишь на сцену, чувствуешь музыку, чувствуешь эмоции зрителей, и ты забываешь об усталости и начинаешь танцевать. Вот это просто непередаваемое чувство. За последние пять лет олимпийская сборная школьников Кустанайской области по итогам года в республиканском зачете не опускалась ниже третьего места. Уже седьмой год подряд церемония «Триумф» собирает лучших школьников со всего региона. Здесь они делятся секретами успеха и заряжаются силами для покорения новых высот. Этих молодых людей, кажется, интересует все. Одна из школьниц поинтересовалась у Акима области, в чем его секрет успеха. Архимед Мухаммедов своей главной добродетелью назвал трудолюбие и умение планировать свой день. Я вот сегодня вечером, например, на завтра составлю план. Есть план у меня на неделю, общий план, а на завтра уже детальный план, потому что в течение сегодняшнего рабочего дня появляются какие-то проблемы в области. Звонит там какой-то Аким района или города, говорит, вот такая проблема возникла, Архимед Мухаммедович, надо срочно вопрос решать. Я начинаю там организовать совещание, по этому вопросу приглашаю там задействованные органы, надо будет съездить в Астану. Большинство школьников, ученики выпускных классов уже в конце этого учебного года у этих юношей и девушек еще одно важное испытание – ЕНТ. Однако, по словам педагогов, в успехе этих молодых людей сомневаться не приходится. Свою состоятельность и ответственность они доказали уже давно и, кажется, всем. Алексей Басанов, Андрей Деменок, РТН.